Ежегодно в октябре вся страна встречает теплый, добрый праздник – День Учителя. Сегодня учитель – это не просто специалист образования. В первую очередь, это наставник, друг, помощник любого школьника от мала до велика. Татьяна Зайцева – заслуженный учитель России. Более 40 лет работает с детьми и преподает английский язык. Героиня признается, выбрав профессию школьного учителя, ни разу не пожалела. Рассказывая свой жизненный путь, Татьяна Александровна вспоминала свою работу учителем в Германии, времена работы переводчиком на Кубе и в Ирландии, путешествия по США и Великобритании. Где бы ни оказалась героиня, она всегда посещала местные школы, общалась с детьми. По словам Татьяны Александровны, любовь к языку есть у каждого ребенка. Достаточно найти индивидуальный подход к каждому. Вы понимаете, ребенок в любой стране, он будет ребенок, и, естественно, есть, которые дети заинтересованы в английском языке, и те, которые меньше проявляют к этому интерес. Но, вы знаете, все дети очень доброжелательные. И даже если когда-то бывает какой-то взрыв, да, ребенок чем-то недоволен, ну, когда это бывает, когда что-то у него не получается, не та оценка, да. Но, вы знаете, с ребенком всегда можно найти контакт, если только родители дома не испортят эту ситуацию. Другая героиня Людмилы Вассена работает в школе уже 45 лет, 20 из которых стоит у штурвала школы номер 21. Трудовой путь начала на Дальнем Востоке в качестве учителя химии, затем вернулась обратно в Ульяновск. Сегодня с высоты своего опыта руководства Людмила Геннадьевна признается, что гордится не только детьми, но и учителями, особенно молодыми специалистами, которые пришли работать в школу. Я рада еще успехам своих учителей. Учителей, которые приходят, молодые, приходят работать в школу. Нет страха. А есть у них вот любовь к школе, любовь к детям. Вот если это чувство есть в сердце и в душе, все у них получится. Обе героини – воспитанницы советской школы, и им есть с чем сравнить современное школьное образование. Учителя солидарны. Сегодня молодежи есть чему поучиться у советской школы. Однако свободы выбора источников знания стало намного больше.